МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ, в студии Сергей Прохоров. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заседание Высшего Госсовета Союзного Государства пройдет в Минске. Повестка дня обсуждалась на встрече президента с госсекретарем интеграционного объединения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Надежная переправа бронетехника пересекла Неман по мосту, сооруженному военными. В стране проверяют боеготовность вооруженных сил. Погибли на белорусской земле список австрийцев, уничтоженных в лагере смерти Тростенец, передом Беларуси. Крещенский сочельник. Сегодня принято соблюдать пост, а с наступлением сумерек окунаться в прорубь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заседание Высшего Госсовета Союзного Государства планируется провести в Минске в первом квартале этого года. Об этом сегодня шла речь на встрече президента Александра Лукашенко с государственным секретарем Союзного Государства Григорием Рапотой. Белорусский лидер предложил провести заседание именно в нашей стране. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главный вопрос проведения Высшего Госсовета. С президентом России мы оговаривали этот вопрос. Говорили, что определимся в какое-то время в первом квартале этого года. Думаю, что, наверное, можно было и в Минске запланировать проведение Высшего Госсовета, потому что и высшие должностные лица России давно уже не были в Минске. Ну, относительно, конечно, давно. Чаще мы бываем там. Ну, и, наверное, для Минска, для Беларуси это важно будет. И не только для Минска, а для Беларуси. Ну, в связи с этим, я думаю, уже продумывали вопросы, которые можно было бы унести на рассмотрение, в повестку дня. Давайте обсудим эти вопросы. Постоянный комитет, значит, должны определиться с датой. Понимание того, что это в Минске должно пройти, оно есть, существует на российской стороне, поэтому, может быть, мы с вами просто обсудим возможные варианты, и потом я там проработаю, соответственно, с российской стороны. По результатам встречи Григорий Рапот отметил, что заседание Высшего Госсовета пройдет в феврале-марте. На данный момент в повестку дня уже включены 12 вопросов. По словам госсекретаря, специалисты, эксперты Беларуси и России, постоянный комитет союзного государства в целом готовы к проведению Высшего Госсовета. Чувствуем поддержку и с российской, и с белорусской стороны. Сделать больше акцента в нашем взаимодействии на научно-технической сфере. Во-первых, есть опыт работы в этой сфере через инструментарий программ союзного государства. Чтобы было как можно больше наработок, которые могут быть внедрены в промышленность, как только будут для этого созданы и образуются более благоприятные экономические условия. То есть выходить на рынок уже с новым продуктом в более благоприятных условиях. На скованном льдом Нема не организовали надежную переправу. По ней реку преодолела бронированная техника. В вооруженных силах продолжается проверка боевой готовности. Мостовая переправа была наведена в кратчайшие сроки. Для этого было задействовано сразу несколько подразделений инженерных войск. Их действия лично контролировали министр обороны и начальник генштаба вооруженных сил. Переправа оборудовалась в сложенных ледовых условиях, при отрицательных температурах, при глубоком снеге и непогоде. Использовался способ наводки моста натяжкой на существующий лед. При этом устраивалась майна, так называемая. То есть поверхность воды освобождалась от льда. И это создает, конечно же, дополнительные трудности. Боевые соединения совершают марши в назначенные районы и проводят боевые стрельбы. Во время проверки особое внимание уделяется готовности вооружений, специальной технике к применению в различных условиях, в том числе при низких температурах. Работу торговых объектов с неочищенными от снега крышами приостанавливают в Минске. Среди них гипермаркет, с козырька которого упал мокрый снег и травмировал ребенка. МЧС проверили качество очистки кровель от снега и наледи более 130 объектов. Приостановлена работа шести из них. Всего на контроле находится свыше 1200 зданий. Также проверка установлена, что не всегда своевременно убираются от снега некоторые из столичных дворов, площадки для мусорных контейнеров и остановки общественного транспорта. Во Франции указом президента введено чрезвычайное экономическое положение. Как заявил сегодня Франсуа Ланд, в стране необходимо экстренно провести реформы, которые позволили бы преодолеть экономический застой, а также решить проблему хронической безработицы. В связи с этим уже в ближайшее время французскому правительству и бизнес-сообществу предстоит реализовать целый ряд предложений, которые в конечном счете должны привести экономику страны к устойчивому росту. Детали мер, которые намерен принять глава государства, пока не сообщаются. Польский президент Анджей Дуда прибыл в Брюссель, где ему предстоят непростые переговоры с председателем Европейского совета Дональдом Туском. Непростыми они будут тем более, чтобы политика поляки, но принадлежат к непримиримо враждебным партиям, одна из которых проиграла другой на последних президентских выборах. Между ЕС и официальной Варшавой возник конфликт, который обретает все большую остроту. В Польше изменен закон о конституционном суде. Кроме того, заменены на лояльных президенту Дуде руководители телевизионных госканалов. В структурах Евросоюз говорят о нарушении демократических норм и авторитарной трансформации Польши. В самом крайнем случае официальная Варшава может лишиться права голоса в ЕС. Это, впрочем, маловероятно. Поляков будут уговаривать, и первым к этому приступит сегодня председатель Европейского совета Дональд Туск. В турецкой провинции Килис была обстреляна сирийскими исламистами общая образовательная школа. Дети не пострадали, но погибла одна из работниц этого учебного заведения. Вторая была ранена. Турецкая армия тотчас же нанесла ответный артиллерийский удар, посылая снаряды прямо через границу в направлении позиции исламского государства. В Сирию турецкие войска не вторгались, а потому неясно, насколько был успешен удар возмездия. Снятие санкций с Ирана в конце минувшей недели привело к резкому падению цены на черное золото. Нефть торговала сегодня по 27 долларов за баррель. Такого не бывало аж с 2003 года. Возможно, дальнейшего катастрофического падения помогло избежать то обстоятельство, что на американских биржах понедельник – выходной. Тот факт, что персы вышли на рынок с дополнительными ежедневными миллионами баррелей нефти, вызвал и падение индексов. Азиатские биржи ушли в пике. От Сиднея до Гонконга с Шанхаем через Токио и Сеул всюду голубые фишки торговались в красной зоне. Биржевые индексы в целом по Азиатско-Тихоокеанскому региону просели до уровня, который наблюдался в последний раз пять лет тому назад. Европейские торговые площадки тоже не избежали падения в процент-полтора. Олег Романов, телекомпания СТВ. У белорусов с большим стажем выросли пенсии. В силу вступили некоторые нормы указа президента о совершенствовании пенсионного обеспечения. Так стали больше выплаты за каждый год стажа работы сверх сорока лет у мужчин и тридцати пяти у женщин. Увеличение составило от одной десятой до полпроцента среднемесячного заработка пенсионера. Прибавка касается всех работников с указанным длительным стажем. Тех, кто уже вышел на пенсию и кто еще только собирается. Все вот эти вот меры направлены на установление более весомой оценки в размере пенсии длительного стажа граждан. То есть человек должен зарабатывать пенсию и, соответственно, это должно оказывать влияние на размер пенсии. В результате применения этих мер увеличение у каждого пенсионера будет индивидуальным и будет зависеть от величины стажа работы, то есть от продолжительности стажа работы и величины заработной платы, из которой исчислена пенсия конкретному лицу. Беларуси переданы документы, открывающие новые страницы в истории Второй мировой войны. Это копии депортационных листков граждан Австрии, которые погибли в лагере смерти Тростенец. В трагическом списке несколько тысяч имен и только нескольким десяткам удалось бежать из концлагеря. В начале войны пленных австрийцев, поляков, чехов эшелонами доставляли в Тростенец, который стал одним из самых больших концлагерей на территории Европы. Беларусь вносит большой вклад в процесс увековечения погибших в лагере Тростенец. Я считаю, что это наш долг перед молодым поколением. Они не должны повторить ошибок прошлого. Беларусь успешно идет по этому пути. Мы должны совместно работать в этом направлении. По словам специалистов, эти документы откроют новую страницу военной истории. Белорусские эксперты планируют продолжить сотрудничество в этом направлении с другими европейскими странами. А вскоре появится книга памяти народов Европы, представители которых нашли свое последнее пристанище на белорусской земле. Музей истории Национальной Академии Наук открыт для каждого. До конца месяца с экспозицией можно познакомиться абсолютно бесплатно. Акцию приурочили ко Дню Белорусской науки, который отмечается 27 января. В музее собрано более 3,5 тысяч экспонатов, которые отражают историю становления и развития науки. Представлены здесь выдающиеся достижения ученых. Особый интерес вызывают макеты уникальных приборов, образцы новых материалов, созданных в стенах Национальной Академии Наук Беларуси. Из предварительного списка всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО уникальный обряд «Женить ботерешки» завершает череду зимних праздников в Витебской области. Главные герои вечера выбирают среди гостей пары и соединяют их в танцы. Иногда игра заканчивается настоящей свадьбой. Историки и фольклористы говорят, что магия обряда во времени его проведения. Коляда – тот самый поворотный момент, когда природа начинает готовиться к весне. Оживает, возвращается к жизни. А это лучшее время для создания семьи. Крещенский сочельник, отмечают православные. Сегодня принято соблюдать пост. По преданию, снег, собранный в крещенский вечер, исцеляет недуги. В полночь по всей стране начнется чин освещения воды. С наступлением сумерек придет время для еще одной крещенской традиции. Окунуться в прорубь можно будет в водоемах, которые находятся под наблюдением освода. Для минчан – это сразу два места на Цнянке. Водоемы в районе спасательных станций Дрозды, Птич, Заславль-1 и 2 на Минском море, Вяча и Комсомольское озеро. Далее новости спорта. Следующий выпуск новостей в 19.30. Всего доброго.